В Смоленской области успешно стартовал новый сезон российской серии кольцевых гонок, на открытие которого заявились сразу 79 пилотов. Правда, в субботу от стартов пришлось отказаться, так как трассу накрыл самый настоящий шторм. В воскресенье участникам шести классов пришлось выходить на старт сразу восемь раз. Более того, для зачетов Туринг и Супер Продакшн, а также Туринг Лайт и С1600 были организованы объединенные заезды, что только добавило интриги. Вдобавок пилоты осваивали новые правила. Старт обеих гонок теперь с места, а расстановка на старте каждой гонки по результатам квалификации. В первом заезде по лучшим результатам, а во втором десятка быстрейших переворачивается. Ценность самой квалификации резко возросла. Очки отныне полагаются пятерым, причем победителю достается сразу 10 баллов. В Туринге Пол завоевал Захар Слуцкий, который затем не набрал ни одного очка, два старта и два досадных схода. Первый заезд выиграл Егор Оруджев, вторую гонку Кирилл Ладыгин, но возглавил чемпионат Дмитрий Брагин, приехавший вторым и четвертым. В суперпродакшене безоговорочный лидер Леонид Панфилов, на счет которого зачислены две честных, но трудных победы. Борьба была такой силы, что во второй гонке машину разбил опытный Самвел Искаянц. На трассу даже выезжал автомобиль безопасности. Еще жестче сражались участники категории С-1600. Финишировавшего первым Василия Владыкина лишили золота за обгон под желтыми флагами и победителем признали Рустама Фотхудинова. Во втором заезде творился настоящий апокалипсис. Сразу несколько машин оказалось разбросанными по обочинам и судьи остановили заезд. После нового построения лучшим снова безоговорочно стал Фотхудинов. Участники чемпионского класса Туринг Лайт тоже вели себя агрессивно, но победу дважды отпраздновал Андрей Масленников. Похоже, в чемпионате появился явный фаворит. Класс спортпрототип Сиен тоже порадовал плотной борьбой. В этой категории финишную черту первыми пересекали Шата Абхазава и Степан Крумилов соответственно. Зачет ретро-автомобилей SMP History Cup только справил свою премьеру, потому на старт вышли лишь семь эффектных Жигулей. Лучшим из спортсменов на стандартных машинах стал Андрей Козлов, а в суперспортивной категории победил Андрей Артюшин.